Китайскую поделку продали другану. Вот как японец должен заводиться. Всем привет! Сегодня в планах съездить посмотреть на долину с трудно произносимым названием. Также будут несколько озер, разное покрытие, лес, фермы, виноградники. Я думаю, вы все это сами увидите. В этот раз съемка ведется с двух камер, с GoPro и Insta360, которая может делать неожиданные ракурсы. Вот, например, как сейчас. Ее фишкой является то, что она записывает все вокруг. И ты потом можешь выбрать ракурс, который тебе нужен, чтобы использовать его видео. С последней нашей поездки много чего изменилось. Я поменял себе мотоцикл. Купил такую же модель, как у Стаса. Это Honda NX250. На рынках СНГ он называется Honda AX1. В Европе Honda Dominator 250. Значит, чем он меня покорил? Очень легкий, 106 килограмм. Что очень важно для бездорожья. А это именно то, что мы планируем делать. Затем, довольно актуальные характеристики. Шестиступенчатая коробка, водяное охлаждение, 4 клапана на цилиндр, ProLink и так далее и тому подобное. Ну и, что немаловажно, легендарная надежность. Якобы эти мотоциклы по 100-150 тысяч ходят и не чихают. Что-то не очень хочется заехать куда-то в Чащу канадскую и сломаться там, учитывая, сколько опасных животных в этих лесах. Поэтому надежность, это немаловажно. Пробег на моем 12 тысяч, на Стаса 24, если я не ошибаюсь. Так что они должны нам послужить. Это первая наша поездка в лес, поэтому мы сильно глубоко залазить не будем. Но и в будущем планируем брать с собой дроны, чтобы снимать ракурсы с высоты. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу куртку сходить, потому что здесь заметил, как сразу прокладнее, да, стало? Ага. Это мы куда, в Черевиль едем? Ну, в принципе, да. О, я угадал. Сон сосядет, кадры будут уже другими, поэтому... Да, да. Но там еще ехать, Данила, километров 15. Ничего страшного. Так, полюбуйтесь нашими мотоциклами. Все в один в один. Только у меня синий, у меня лучше. Ну, потому что мой. Вот. Зато Стас по фирменному оделся. Смотрите, красный мотоцикл, красная футболка. А я что-то перепутал, видишь? Тоже одел красный. Ага. Так, ну что, тогда помчались? Со временем ты все тоже перекрасишь. Типа красный, это четкий цвет? Конечно. Поехали. Корова, пока. Невежливая какая-то корова. Слышите, как мотор работает? Просто как часики. Кондовская тема. Пошел, пошел. После первой остановки асфальт вскоре закончился. Началась грунтовка. Соответственно, самое интересное еще впереди. Мотоциклы отлично себя винтут на этом покрытии. Сейчас вы можете увидеть, как работает подвеска на ямах, на кочках. Едешь, как на ковре самолете. И не ощущаешь дискомфортно. Подвеску не пробивает. Так что рекомендуем. Настроение четкое. Впереди лето, весна. Теплые денечки. Отпуска, каникулы. Запланирована у нас поездка в Альберту в Роккерс посмотреть. А тем временем мы добрались до Эко-Лейк. Оно достаточно большое и купабельное, кстати, летом. Набирается вода с гор, поэтому она довольно долгое время остается холодным. Но если вы морж, welcome. Я еще ни одного не видел озера в округе, которое было бы грязное или мутное. Чистейшая вода. Ну что ты? Ты кайф? Поехали дальше. Поехали. Так, что там у меня с камерой? Кстати, фишка GoPro, которая мне нравится, что вот так вот в зеркало глянул, смотришь сразу. Ага, пишет. Ага, в 4К. Ага, память есть. Ага, батарейка есть. Видел там место? Видел, да. Но я местность узнаю. Так. Кто-то едет к нам. Ну, как всегда, что я делаю на своем мотоцикле? Я меняю светодиоды, потому что родной свет, он и так плохой был. Так вот меня стало лучше видно. Жалко. Кайфовая дорога, да? Угу. Красивая. Ты видел снег там лежит? Видел, видел. Чувствуешь прохладность здесь? Да, но, кстати, вот сейчас классно ты едешь, пыли нету. А если когда все высохнет, тут много пыли будет. И она все время вверх идет, дорога. Сейчас здесь около 800 метров высота. Ого. Верно, 400 метров. Мы почти на пол км поднялись. Да? Да? Ну, кстати, это может быть ощутимо на карбюраторных мотоциклах. Да. Видите, китайцы не позже заводятся. Ха-ха-ха. Для тех, кто в Канаде, минутка бесполезной информации. Данная местность находится недалеко от Келовны. И местечко называется Cherrywell. Где-то в часе езды от Келовны. На днях я вступил в мото-клуб, который называется Okanagan Dual Sport. Там достаточно большое количество участников, около 2000. И планируется организовывать массовые заезды по лесам, по горам. Поэтому я жду не дождусь, когда это случится. Ну, а мы чем дальше заезжаем в лес, тем становится холоднее. И уже на самом деле вечереет. Пока наши дрыщи полностью оправдывали свои надежды, подвесочка, как ковер-самолет. Неважно, по какому покрытию ты едешь. Единственное, если слишком агрессивно заходить в повороты, здесь очень много гальки. И очень легко колеса уходят в занос. Поэтому нужно это все делать аккуратненько. На второй, если что, едь. Старайся на грунтовке тормозами меньше тормозить, а передачами, понял? О, олень. Я вам говорю, что только жидкости говорил. Маленькие оленя-то. Орел. Я вам говорил, что и не, а в оборотах. Я думал, что благородно, что и не, а это так. Классно. По пути было решено навестить Клиффа. Клифф – это смотритель лагеря, где в прошлом лето мы толпой завязали. Клифф – это смотритель лагеря, что и не мешает. Я не знаю, как вы, не знаете. Да, как вы видите, я купил точно так же один из его. Я просто купил артекат квад, вчера. Да? Я не могу resistить, потому что мой сын получил его в сентябре. Сколько лет? 500. 500. Он получил его, поэтому я смотрю. И потом, на вечеринке, в Колонне, он получил 4,800 долларов, и он получил 3,400 долларов, и он получил 3,400 долларов. Это очень хорошая идея. Я позвонил мой друг, и мы пошли за трейлер, и он получил полосы с партнерами, и он купил новую, я думаю, хонда, с траксами и все. Большое чудо! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Да! После долгой и спокойной езды захотелось по Хасане чуть-чуть. Дорога была незнакомая. Много камня, грунта, гальки. Поэтому здравый смысл бы заблагал. Я так и не понял, что за птеродактин совершил на меня налет. Но Стас говорил, он защищал гнездо. Поэтому я его простил и поехал дальше. Как папа папу, я хорошо его понял. Самым опасным существом для мотоциклистов являются лоси и олени. Вы в дальнейшем увидите, о чем я говорю. Наглядно покажу вам. Украинская дорожка. Когда вот притопишь, так кайфово вообще. И так, на ваших глазах вы видели, как олени ведут себя. Они непредсказуемые. Они прыгают со стороны в сторону. Не могут понять, куда им бежать. Особо опасно вот, когда солнце светит тебе в лицо. И ты не видишь край дороги. Он остается в тени. А олени эти пасутся вот именно вдоль дороги. Поэтому при таком освещении их крайне тяжело заметить. Встречные дачки, респект. Он нас отчаянно пытался предупредить о том, что впереди эти парнокопытные снова прыгают. Украинская дорожка. Украинская дорожка. Украинская дорожка. Украинская дорожка. Украинская дорожка. Писандый дорог. Писандый дорог. что там? что там? минуту отдохну а, окей так, ну что, мы проехали уже 102 километра наверное, еще километров 30, да? слушай, ну уже холодно ты так отделался еще? да, я отделался как фрай так, всем прощайся, всем говори пока батарейка стоически выдержала карта памяти тоже до следующих до следующей серии